Потоки гастарбайтеров, потоки иммигрантов, потоки въезжающих, желающих получить рабочую визу, обязательно должны быть контролируемы рублем. Я не понимаю, почему мы всякий раз из современных, живущих в 21 веке политиков, но не мы, а мы все, политиков, юристов, деятелей культуры, почему мы вдруг в один момент рушимся и снова становимся какими-то первобытными. Все эти вещи уже есть, в том числе, например, в Соединенных Штатах. Я на самом деле была потрясена, и мне показалось это гениально просто. Смотрите, один мой приятель уже много лет назад получил грин-карт, и не ту, которую выигрывают, он получил грин-карт как extraordinary person, фактически VIP. Для того, чтобы получить эту грин-карт как extraordinary person, требуется предоставить некоторое подтверждение, то, что ты действительно являешься экстраординарным персонажем из себя на родине. Он режиссер, он предъявил свои фильмы, победы, награды, несколько рекомендаций от ведущих деятелей в той же отрасли. Все это было собрано, и он получил эту грин-карту. Год человеку после того, как он въезжает, дается, так сказать, на пары, на то, чтобы приехать, обосноваться и начать. А потом он должен заявить high level доходов. С этих доходов должны отходить high level fee, отчисления в пользу государства, те же самые налоги. Не просто 3 рубля с квадратного километра, как платит средний человек. Раз ты экстраординарный, вынь да положь. Вот вам и, собственно, все. Раз ты нам нужен, как профессионал, раз тебя зовут в профессию, землекоп, ты нужен, нужен. Будь добр, подтверди. Конечно, не high level. Подтверди, пожалуйста, тем, что ты сегодня поделал, и через, думаю, что здесь не нужно даже и года, через полгода ты уже начал платить налог. Какой-то приличный N. У нас же все это бесконтрольно. И так без рубля дел не пойдет.